Запись 18 июня 2013 года Биржковская набережная. Мы находимся у входа в здание Федерального института промышленной собственности. Олег Басаргин подает заявку, которая оформлена... И здесь мы попросим Олега прокомментировать, в чем особенность подачи данной заявки в том формате, как вы это сделали, с участием частных партнеров и государственных структур. А мы сейчас Роберту Юрьевичу покажем состав участников, и он прокомментирует, даст оценку как правовед. Федосеев Роберт Юрьевич, патентовед. В интернете есть подробная информация. Разработчик, самое главное, дешифраторных технологий и дэш-компьютеров. Мы делаем заявку, включая сюда физических лиц, представителей частного предпринимательства и государственных участников. Часть. Тем самым создаем... А там просто адреса. Это предложение к заявке. Вы включили заявители вот этих лиц? Да, да. Это заявители. Это заявители. Мы говорим только о заявителе, потому что авторство это отдельно. Есть автор и только он это придумал. Вот мы тем самым создаем частно государственные, исключительные, имущественные права. Вы согласны с этим? Ну, тут столько у вас человек, который будет иметь эти права, что каждый в отдельности будет только небольшой или какую-то часть. А вообще-то это зависит от того, как вы договоритесь между собой. Вы можете заключить соглашение о распределении прав, ну, скажем, материальных вознаграждений. Предположим, вы будете продавать патент, к примеру, или лицензию на патент, или там какие-то еще действия, да, с этим. Нас не деньги влекут, Роберт Кириллович. Да, подождите, ну, это другой вопрос. Я просто говорю, что... Мы говорим о том, что здесь отсутствует договора. Здесь вот единый договор, начальный договор. Нет, нет, нет. Всех правных, правных, всех. Нет, предположим, что будет присущена на английской премии. Я условно говорю, да, за это изобретение, да. Его деньги надо как-то разделить. Дело в том, что вы можете составить такое, жертвуем все деньги, фонд мира, там, детей и так далее, да. Вот, может быть, такое соглашение, может быть, так, там, по 50 тысяч долларов на каждого, может быть, такое соглашение, может быть, другое, это не мне решать, это ваше дело. Но, конечно, их много. Без соглашения ничего нельзя сделать, надо как-то эти деньги куда-то деть будет. Ну, ладно, это, в общем, не очень такой серьезный вопрос. Вы это делаете, насколько, если я могу догадываться, значит, для чего? Для того, чтобы, как бы, вот, показать, что вы, как бы, вот, предпочитаете общественную. Олег, объясните, для чего? Да, или, может быть, как-то вы по-другому объясните. Для детского дома мы создаем внебюджетное источное финансирование. Мы включаем... Может быть, это ему поможет, этому детскому дома. Совершенно верно. Да, что-то такое там получит. Чтобы он получал роялти от внедрения этой технологии. Помните ведомственные детские сады? Да, для этого надо же продать, для этого надо продать лицензию или там что-то. Совершенно верно. Это все экономические модели, их мы не касаемся. Мы говорим об основании этих экономических моделей. Предметов. Вот это есть предмет для экономических моделей. Ну да, хорошо, совершенно. Значит, детский дом должен какие-то деньги, может получить вообще в результате этой всей деятельности, какие-то либо деньги? Ну, мы моделируем для того, чтобы он получал. Деньги. Совершенные средства. Ну, понимаете, можно по-разному получать. Я имею в виду, от этого изобретения, если будет, откуда-то можно получить какие-то деньги, то в том числе получит детский дом, который здесь есть. Совершенно верно. Ну, очень хорошо. Роберт Юрьевич, и в вашем лице мы обращаемся к другим изобретателям, которые могут предложить по этой схеме реализовать ваши изобретения, которые, может быть, были еще не оформлены. Значит, у меня есть изобретение, первое, на которое я могу, не могу, а предлагаю, предлагаю подарить, подарить патентобладание. То есть, именно вот то, записать заявителей тех, кто будет использовать мое это изобретение. Мое и моих друзей, там, они тоже согласны на эти подарки. У нас есть изобретение новейших дэш-компьютеров, например, и других, и других, не только дэш-компьютеров. Например, музыкальный инструмент у меня есть, новый, новейший, который никогда не было в истории человечества, который имеет очень интересные применения во всем мире, в каждой семье и так далее. Я готов подарить при условии, конечно, условие есть одно, чтобы кто-то выпускать соберется, начнут производить какие-то действия, чтобы выпускать его, а ему я передам все права, то есть запишу его в патентобладатели. При этом авторам останутся авторы, которые есть. Ну, например, я или мои друзья, или там кто-то, кто это изобрел. То есть, авторы это и есть авторы, их нельзя подарить, это остается. А вот патентобладание, то есть права, юридические, материальные всякие, право владения, продажи лицензий, продажи прав и так далее, это я могу подарить, и я дарю. И вот тем, кто хочет, чтобы он подарил, от них единственное надо, чтобы они не просто приняли подарок, а взяли бы и стали его использовать как-то. В данном случае, вот смотрите, в эту заявку мы вводим стратегического партнера, частное предпринимательство, который... Это заявка в Рыболовске, ну, соответственно, ну, компания, которая занимается Рыболовске. А вот эта компания будет его использовать, как-то внедрять, там, какие-то там получать какие-то доходы, доходы, прибыли, там, и будет делиться ими, там, с детским домом, в частности, да. Роберт Ферекс, приоткрою вам немножко завесу, что у всей этой бумажной канители есть еще одна сторона вопроса, которая мало, как бы, озвучивается, и широкое общество об этом не знает. Какая? Когда в твоей структуре, в твоей империи есть департамент, который ведет вот такую деятельность, которая отображается на балансе, то это очень интересным образом оказывает положительное воздействие на налогообложение. Там включаются особые... На оптимизацию налогов. То есть, по-другому, это называется оптимизация налогообложения. Но эта сторона вам по жизни не сталкивалась, поэтому вы не все, как бы, не всегда все дела... Я бизнесом не занимаюсь. Отлично, хорошо. Значит, денег ни от кого не получаю, и налогов от неполученных денег я платить не собираю. Роберт Ферекс, хотите повторять это? Мы... будет на вас заведена страница, там будет анкета, что вы бескорыстны на благо человечества, все дарите на триллионы... А потом кто-нибудь насчет опровергать, а он получил 100 рублей где-то такой. Конечно, получится. Мы ему подарили конфету и напоили кофе. Не-не-не. А говорят, что он бескорыстный. Роберт Юрьевич, обыденные физиологические потребности никто не отменял. Поэтому... Я шучу, да что... Шутки принимаются. Я, правда, слабовато шучу, я так за собой замечаю. Редко бывает что-нибудь такое остроумное. Сколько у вас открытий? Сколько раз вы ходили этой дорогой? Ну, знаете, насчет открытия изобретений нужно формулировки. Нужно... Ну, короче, сколько раз вы сюда ходили? Часто вы здесь бывали? Это ваш родимый дом? Конечно. Лепатитоведы, это родимый дом? Конечно. Поэтому я снимаю... В разные места, да. Ну, и здесь, конечно. Продолжение следует... Ну, все, что у вас есть, короче. Можно говорить, занятия, показывать детям в школе, что бывает вот это, бывает вот это, бывает вот это и так далее. Только все, пожалуйста, дайте. А что вы просите? А бланки заявлений на разные виды защиты интеллектуальной собственности. Ага. Вот. А также дайте, пожалуйста, бланк на оплату пошлин. Работает камера. Ну, хорошо. Значит, я объяснил, для чего нужно. Отлично. Нужно тем, кто не в курсе, надо им показать, рассказать все. Да, да, да. Чтобы они были в курсе. Дети, студенты. Вы все дали, да, все виды. Спасибо. Так, товарищ, как у вас дела? Сдаем заявку. Сдаем заявку. Расскажите, что происходит сейчас. Вы, вот все бумаги, которые были в папке. Это первичное окно для приема заявлений. Это окно первичных? Документов, да. Когда что-то изобретается, описывается. Ты приходишь сюда. Делается научная работа. Это научная работа сдается суда. Это окно. Это государственное окно. Государство. Документы доходят. Государство дает справку приоритета. Государство приняло документы к учету. То есть там сидит государство? А там дальше. А это уже секретная служба. Секретная служба? Они же получают секретную информацию. И государство гарантирует неразглашение. Ага. Забавно. Как там все устроено-то? А потом куда? А потом туда. А там сидят эксперты. Мозг. Мозг? Да. И этот мозг, он говорит, может такого быть по закону физики? Или не может? Так. Ну и изобретатель говорит, может. А эксперт говорит, не может. Вот. И тем самым приводят какие-то ссылки в той или иной литературе. И когда они договариваются, что может, то эксперт подает свидетельство, принимает решение о выдаче патента. И через некоторое время подается патент рано и грамотно. Все? Не соврал? Все правильно рассказал? Я не слышал. Не слышали? От начала не слышал. Могу на ваш вопрос ответить. Давайте вопрос только повторите и отвечайте. А вы повторите вопрос? Какой вопрос? Который задавали. Кому? Олегу. Когда? Только что. Он отвечал, что такой патент. Зачем? Дело производства. А? Раскрытие дело производства. Вот. Начало того, что мы изобретаем, описываем это в научную работу. Научную работу сдаем государству. Государство дает справку приоритета. Работа поднимается к эксперту. Эксперт начинает переписку с авторами. Приводит доводы те или иные. Работает это относительно законно физики или не работают. Когда они заговариваются, теоретически. И эксперт дает определение о выдаче, принимает решение о выдаче или не выдаче патента. Если принимается положительное решение, подается охранная грамота. Государственная грамота. Да. Главный вопрос. Нужно еще подчеркнуть, что проверяется сначала на соответствии, предварительная экспертиза на соответствии, правильности составления документов, в соответствии с законом, формальные правила в основном. Ну, такие общие, человеческие, а также описанные законы. Это еще не, ничего не означает. Но это главный документ? Нет. Это не главный документ. Вот после прохождения предварительной экспертизы вам выдадут приоритетную справку. Это будет уже хороший документ, потому что там будет номер заявки уже окончательный, и с тех пор вашу заявку можно будет рассматривать на предмет ее содержания в нем изобретений. То есть по существу рассматривать на втором этапе. Первый этап будет длиться примерно два месяца, может чуть больше, чуть меньше. Вам ответят и пришлют приоритетную справку по адресу, которую вы указали. И это очень важная справка. А эта справочка, она тут говорит о том, что вы сдали документы, а как они оформлены, будут проверяться в течение двух месяцев. И это очень критический момент. Они могут заявку вообще вернуть и не считать, что она подана. И приоритетную счету исчезнет. Это очень важно. Надо добиться, чтобы был приоритет именно сегодняшним днем, сегодняшним числом и часом, как говорится. Вот. А как добиться? Нужно, чтобы не возвращали заявку, а чтобы, если там будут замечания, их исправить по ходу. Просто исправить и все. И через два месяца получить приоритетную справку, которая дает право уже разговаривать даже о продаже лицензии. Потому что вы дальше будете проводить, вы дальше заплатите, если не заплатили почту, но за рассмотрение заявки по существу. И тогда-то начнется рассмотрение по существу. То есть вот важный момент, который вы не сказали, ну, случайно, может быть, что там будет по существу рассматриваться на, например, соответственно, заходу. Ну и другие там параметры. Да. И, конечно, в итоге ее будут сравнивать с всем известным материалом, которым мы ее консультируем. Вот, пусть другие там будут, да? И если в конце концов, значит, они решат, что вы сделали изобретение, надо вам выдать патент по закону и выдадут положительное решение о выдаче патента. Потом еще подождете, там, сколько-то времени, полгода, и выдадут патент. В принципе, положительное решение, это уже считайте, что вам выдали патент, потому что... Вы изобретение задаете? Фактически дальше оно не меняется. Не меняется. Да-да, изобретение, оно просто таскалничает. Так. Значит, да, так вообще говоря, надо понимать, что одно дело заявка на изобретение, и другое дело продукт, который вы собираетесь, скажем, на фабрике выпускать, да? Да, не продавать. Это разные совершенно вещи. Мы сейчас говорим о юридическом оформлении того действия, которое вы вот привыкли делать. А вообще изобретение, вот я вам скажу, что изобретение это не одна заявка, а это процесс, который обычно длится годами, и получают, пишут, изобретают, и составляют заявки, и защищают. Олег Басаргин, иди сюда, пожалуйста, ты патентовед, будь любезен, беседуй с патентоведом. Я вам скажу, что, например, сейчас китайцы, некоторые фирмы подают 2-3 тысячи заявок в год. Все, я понял, не надо статистики. Современные люди... Это очень важно. Одну заявку, когда человек думает, что он что-то защитил, как правило, это ошибочно. Он заблуждается. Ничего он не защитил. Обойти легче легкого любую заявку. Да, дорогие друзья, поэтому, когда та или иная ведущая корпорация мобильных телефонов делает какую-то технологию прорывную, они параллельно патентуют еще тысячи совместных, промежуточных, на пересечениях и так далее, чтобы... Еще зонтичные называются. Да, чтобы пресечь вообще возможность поползновения конкурентов в эту область. Широкие потребители этого не знают. Те, которые, особенно офисные планктоны, смотрят телевизор, откуда они могут это все знать, дорогие друзья? Но это так. Это наша слабина российская. В России очень мало людей, которые могут дотошно оформить и довести до конца. Зная это, зная предыдущий опыт накопленных поколений, можно родить некую новую модель управления и предложить обществу вот такую модель реализации. Это серьезная работа. Очень серьезная. Олег Басаргин следующей заявкой... Это был как бы сегодняшний день. То есть мы знакомились, о прошлом говорили, о настоящем и немножко будущего. Олег планирует такую же работу сделать в Китае. Взять изобретение и вместе с китайскими коллегами, товарищами, партнерами... Это так или не так? На китайской территории провести патентование? Да, и на китайской. Ну, патентуется, во-первых, в каждой стране отдельно. Есть, правда, евразийский патент, который входит в несколько стран СНГ и прочие... Для чего Олег это делает? Есть евразийский патент, который тоже объединяет несколько стран. И есть отдельные... Вообще, говорят, чтобы все запатентовать как следует, нужно в разных странах запатентовать. Ярослав, я не буду сейчас отвечать на тактические вопросы. Давать им условия. А, ну да, конечно, конечно. Какие-то ваши там деловые там дела. Роберт Юрьевич, да... Просто я не буду резать... Я вам одну вещь сейчас хочу сказать, всемирно озвучить одну вещь. Да. Очень серьезную. Да. Вот когда говорят... Я хочу задать вам вопрос, Ярослав, и вам, Олег. Когда говорят, Эдисон сделал тысячу, там, пятьдесят или девяносто изобретений. Очень много. Тысячу пятьдесят. Как правило, в другой формулировке говорят. Эдисон имеет тысячу, там, с чем-то патентов. Тысячу пятьдесят патентов. Вообще, говорят, ого, как много. А Накамацию имеет три с половиной тысячи. Японский, современный. Да. Итак, вопрос следующий. Сколько оригинальных патентов имеет Эдисон в Америке, а Накамацию в Японии? Я не думаю, что больше двухсот у Эдисона в Америке, и больше пятисот у Накамацию в Японии. Потому что все остальные патенты, это просто получим на те же самые изобретения в разных других странах. И все. Так что важно. Первоначальные изобретения. Сколько первоначальных изобретений? А когда говорят, что у Эдисона тысячу патентов, это, ну, вводит в заблуждение, я думаю, большинство людей, которые не понимают, что патент на одно и то же изобретение можно и нужно получать в разных странах. Ну, скажем, 200 стран у нас с лишним. Я понял, детали. Вы сделали 10 штук, у вас 2000 может быть патентов. Уловили, месседж понял, Олег. Мне надо ехать. Я понял, секунду, мы вот потратили несколько часов, чтобы сюда добраться. Хороший задник. Флаг развивается, Институт промышленной собственности. Как бы интерьер что-то говорит. Вы сказали, что не хотите отвечать на тактические вопросы. Отлично. Я попрошу сейчас для наших зрителей, которые не поленились, смотрят эти минуты, которые тикают, как мы ходим, документы, они вместе с нами сопереживают это мгновение. Если вы не хотите рассказать о тактике, то прошу вас рассказать о стратегии. Потому что за подачей документов понятно, что стоит нечто большее, чем просто оформление одной из полезных моделей. Ярослав, стратегии чего? Моделирование частным государством исключительно коммунистовных прав? Да. Об этом очень много роликов. Нет. Кто-то смотрит. Нет, это надо практически каждый день. Для того и создается собственная площадка, чтобы у тебя был в руках микрофон. Ты постоянно модерируешь. Вот я вам показал документ. А мы называем этот метод моделирования частных государственных имущественных прав. Ну, я бы хотел статью на эту тему почитать, брошюру или какой-то такой... Зашибись. Вы хотели бы что-то почитать о новом продукте, который вы... Вот есть продукт, а еще... Вы сейчас приняли в нем участие. И вы говорите, мне хотел бы еще о нем почитать. Нет, нет, нет. Описание. Но надо его создать, описание. Это уже очень важно. Для того, чтобы судить о чем-то, надо в деталях разобраться. Обязательно его описать, можно же рассказать. Нет, я считаю, что и даром придуман устный фильм. Не могу тебя в прямой эфир его завести. И то, и другое нужно. Вот знаете, в американском суде я люблю американские фильмы, когда показывают суд. Сейчас, секундочку. Мне вообще такие интересные, логические настроения интересуют. Руслан. И вот там... Смотри, метафизик, прерываемся. Это Руслан, который был на съемках у Рыбникова. Рядом стоит Федосеев Роберт Юрьевич. Ты позвонил в том мгновение, когда мы встретились после нашей записи. Какие у тебя впечатления, какие движения? Можешь проинформировать? Просто записывается сюжет. И очень интересно Роберту Юрьевичу в том числе тоже послушать обратную связь, обратную реакцию. Да, хорошо, хорошо. Роберт Юрьевич, вот нас все нужно изобретать. Все нужно заново проверять. Я начал проверять вот к такому интересному выводу, что Рубников говорит насчет переменного тока. Нужно и... Действительно, нужно проверять. Я проверил. Переменного тока нет. Есть только одна фаза, по которой течет ток. Частоту 50 Гц. Это нам известно. Но вот насчет второго провода нам никто ничего не говорил. Минусовой провод. Если его не возвращать счетчик, счетчик при этом не будет крутиться. Он необходим только для того, чтобы замерить тот ток, который мы потребили. То есть мы можем закидать любое устройство, абсолютно любое устройство, взяв из розетки лишь один провод, фазовый провод. Автоворот провод, который должен выходить из устройства, мы отправляем на хороший источник заземления. То бишь на, например, батарею отопления, центрального отопления, или хорошее заземление создаем, провод закапываем. И при этом счетчики, все счетчики по пути стоят. То есть, например, мой счетчик в квартире потребительский, в ЖУ потребительский счетчик, потом... Руслан, понятно, мы на улице... Руслан, 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 внимание, внимание. Мы на улице поняли, вопрос в чем? В чем вопрос? Роберт Юрьевич как бы уловил, говорит, но на улице долго слушать сложно. Здесь надо клиниться и сказать, что фактически вы учите тех, кто будет слушать и смотреть. Поэтому нужно все по местам расставить. Нужно все... Вот, отвечает Роберт Юрьевич. Вот я отвечаю. Значит, вы фактически, если это будет записано и выставлено, фактически это обучение народа воровать электроэнергию, да? В принципе, воровать. Это уже законодательство. Вот, поэтому надо, видимо, вырезать это из ролика, надо вырезать. Так как это электричество нам поставляет электроэнергию. Кстати, я думаю, что распространение этих знаний, оно может рассматриваться как нарушение закона. Так что осторожней с этими делами. Это в кулуарах можно обсуждать, но не на... Осторожный Роберт Юрьевич предупреждает молодежь, говорит, друзья, с этим не шутите. Не шутите, да. Я на эту тему подумал. Да, вы правы. Это довольно-таки громкие слова, чтобы такие слова говорить. Я на счет этого подумал. И давайте мы вдумаемся. Мы покупаем в электросети электричество в киловаттах. Так вот, мы за этот киловатт захотели. А то, что мы должны ему там отправлять информацию, как мы этот ток использовали, это не их дело. Ихнее дело по договору поставить нам ток, и все. И в рамках существующего законодателя мы можем брать одну фазу, использовать, а информацию об этой фазе не отправлять обратно. И все. Прекрасно. Ладно, слушай, на. Руслан, я тебя понял. Давай позже свяжемся. Ты в ВКонтакте есть, нет? ВКонтакте нет, Ярослав, я тебе говорю. Меня никаких в сетях нет. Все, я тебя понял. Давай позже созвонимся тогда. Нам просто надо завершить, и ребята едут. Ага, хорошо, хорошо. Давай, я кино там разместил уже, смотри. Хорошо, хорошо. Все, до свидания, Ярослав. Спасибо, давай, пока. Так, что-то мы обсуждали. Ну, Олег говорил о государственном частном партнерстве. Я что-то начал рассказывать, и меня остановили. Вот, в общем, такие вот перескоки, они, в общем-то, незавершенные какие-то темы. Роберт Юрьевич, если мы так не будем перескакивать, то вы готовы говорить месяцами. Вот вас, если не останавливать, вы готовы, у вас в голове огромное количество энциклопедий. И вы с любого места можете с закрытыми глазами читать. А, вот, дело в том, что у меня здесь в сумке лежит проект журнала, который называется «Популярная дешипраторная технология». Проект журнала. Вот это Олегу как раз и надо рассказать о тех десяти статьях, о тех десяти роликах, как бы наметки, которые вы набросали. Мы просто не успели записать в машине, очень быстро доехали. Значит, я вам задаю вопрос. У вас какие планы на сегодня? Восемнадцать часов съемки на Фрунинской набережной, там сад Травникова. Угроза саду Травникова. Восемнадцать часов. А сейчас в семьдесят. Ну что, вас куда? В метро? В полнометро? Сейчас определимся. Значит, подождите. Ты к метро сможешь нас подбросить, да, Олег? Нет, я бы предпочел на метро доехать на троллейбусе. А, вон, мы, может, даже на троллейбусе поедем. Вот. Автомобиль – это опасный... Это движение. Роллейбус лучше, в данном случае конкретно лучше. В данном случае. Это лучше. Безопасно. Ну ладно, а, собственно, что мы хотим? У нас какие-нибудь есть общие вопросы? Я вам задал вопрос по поводу руны. Чтобы вы дешифровали эту руну. Я вам ее дал. Значит, что это устройство, да? Значит, я... Ну, раскрой, пожалуйста, Олег. Ну, вот еще раз, для тех, кто не видел наших зрителей. Я вам дал вот такое устройство, которое раскрывается, складывается, которое имеет множество проектов. Что вы хотите по поводу этого устройства? Чтобы вы дешифровали его своим компьютером. Но свои технологии. Это слишком. Как слишком? Ну, все слишком. Это нормально. Значит, я... Ну, фактически то, что и требуется бизнесу. Бизнесмен говорит, слушай, дорогой ученый, ты меня не парь. Я за свою жизнь таких, знаешь, сколько повидал. И денег вкладывал, и все просвистели. Все мимо как бы. Каких денег? Я не... Я вот заказчик. Есть устройство. И вот расскажи, каким образом это потребитель увидит и скажет, Хочу. Вот емко. Ну, я вам скажу, что... Вот, подержите. Это вообще для меня... Дески лепят. Это вещь для этого... Для того, чтобы... Ну, вообще, у меня цели никакой нет связанной с этим вашим устройством. Это всего лишь прикладная вещь. Это у вас. Это проверка на прикладное. Кто кого проверяет. Ситуация проверяет. Есть потребность. Да мы эксперимем ее. Мы ее исследуем. Мы исследуем относительно Андрея. Я вам не мешаю. Вот мы к вам приходим как к эксперту. Пришли к эксперту и сказали. Здрасте. Вы эксперт. Вы приходите ко мне как к эксперту. Если бы я был настоящим... А я не являюсь экспертом. Если бы я был настоящим экспертом, тем более в этих делах, вот, возможно, что эта консультация стоила бы, ну, долларов 500 в час. А может быть и больше. Если бы я был настоящим экспертом. Потому, сколько вы умеете говорить, сколько у вас информации, мы бы с вами разговаривали бы еще. Остаток нашей жизни. Ну, да, конечно. То есть я бы с вас по 500 долларов в час сшибал бы, если бы я был экспертом, тем более по этой области. Кстати, вот иногда мне говорят. Слушай, говорят, ты же водишь компьютер, давал специалистам? А я говорю, а этот... Братья Райт, они давали специалистам? А специалистов-то и не было. Они изобрели самолет, а им говорят, иди, говорит, к специалистам по паровозам или даже по телегам. Они тебе про самолет расскажут. Какие они специалисты? Нету специалистов по изобретениям, кроме самого изобретателя. Изобретатель является первым и единственным специалистом по своему изобретению. Больше других нет. Никому не надо идти. Им ничего спрашивать. Самому надо, так сказать, рассказывать, толкать, изучать, и так далее, и так далее. А вот все эти экспертизы, и, как говорится, рецензии, и так далее, это платное все дело. Есть люди, которые на этом зарабатывают. Я на этом не зарабатываю. Я иногда, конечно, что-нибудь комментирую, но это бесплатно. Где-то сможете вписать Говорова. Векторные графики, с углами, что да как. Говоров Владимир Иванович. Поехали Говоров. Мы так и не услышали 10 позиций, которые вы хотели бы сделать. Он мне не дает шоу сказать. Как не дает, мы пишем, 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 пишем. Ничего не пишем. Не можно, надо ехать, да? А вот я хотел, чтобы это Олег услышал. А я что виноват, что он торопится? Я видео посмотрю, это же современные технологии. Вы же все расскажете, а мы посмотрим это все на видео. Я стремлюсь рассказать именно на видео, почему, чтобы многие люди посмотрели, кто заходит. Спасибо. Компания. Так, а где автобусная? Вон там остановочка. Ну пойдем потихоньку. Но я вам расскажу. У меня батарейка садится. А вторая батарейка уже там. Так, сейчас я... Ну давайте, да, рассказывайте. Олег вас слушает. Значит, надо. Вот в такой квартире, как у Мариночки, примерно. Не обязательно там, можно в другом месте. Я уже говорил, что есть антикафе, где можно за рубль 80 минуту... Не утопаем в деталях, Роберт Юрьевич. Давайте посуществуем. Нет, нет, значит, это существенные очень вещи. Если кто-то хочет послушать, либо он предоставляет место, где это будет... Либо кто-то предоставляет место, да, где это будет лекция или что-то такое там, семинар. Не тратите драгоценное время. Либо он платит за свое посещение рубль 80. Не мне, конечно, а в это кафе рубль 80 минуту. Вот такие цены у нас в Москве. Значит, и так же. За столу и стулья. И я рассказываю подробно о нашей технологии. Что это такое? Зачем это нужно? Что это дает? Сейчас, стоп. Продолжение следует... Продолжение следует...